Всем огромный привет, мои хорошие! В общем, я сегодня решила показать вам кое-что, что заказывала на моем любимейшем сайте iHerb. В общем, было много. Почему? Потому что сейчас огромные скидки. 20% скидка и плюс еще 5%, вернее, минус 5% еще по этому вот промокоду. Так что, если вы никогда не заказывали на iHerb, обязательно сейчас просто самое идеальное время для того, чтобы это сделать. Здесь вот столько килограмм. Короче, все ссылки на все эти товары я оставлю вам внизу под этим роликом. И все акции, о которых я знаю, я тоже оставлю там. На сайте iHerb даже за 1 доллар можно попробовать купить какое-нибудь средство, которое стоит довольно дорого. Ну что, у нас скоро Новый год, поэтому я вот в таком вот виде. Это просто нереал, сколько здесь всего. Для детей. Пена для ванн, которая очень хорошо пенится. Пена стоит вот ровно столько, сколько моется ваш ребенок. Они абсолютно натуральные, причем у них в описании даже написано, что они настолько натуральные, что даже если ребенок их съест, ему ничего от этого плохого не будет. Выглядят они, знаете, как капсулы со стиральным порошком. Эта оболочка, она растворяется. То есть вы просто либо бросаете в ванную и делаете вот такие вот движения. Я просто под кран. Ну то есть просто включаете кран и вот под струей воды. Вообще написано, что лучше 2, но нам одной вполне хватило. Дальше покажу вам сахарозаменитель. Сахарозаменитель. Я вообще постоянно заказываю сахарозаменители именно с Айхёр, потому что там очень большой выбор именно правильных сахарозаменителей, которые не причиняют вам вред. Стоит вообще забыть про все эти химозные вот эти таблетки. Это вообще опасно есть. Максимально похожий на сахар компонент это эритритол. То есть иногда я заказываю его отдельно просто в форме вот чистый эритритол от НАУ. Мой самый любимый, я вам также ссылочкой оставлю. В этот раз я решила вот такой Golden заказать сахарозаменитель с эритритолом. Кофе, чай, выпечка, десерты ппшные. Оно не содержит никаких калорий. Здесь в ингредиентах эритритол и фруктовый экстракт. Почему я не покупаю стевию? По мне так в ней есть горчинка, вот которая меня просто бесит, раздражает. Я не могу никуда ее добавить, потому что она имеет свой специфический вкус. Эритритол никакого вкуса своего специфического не имеет. То есть это то, что идеально просто как сахар. Что же у нас там дальше? Это в очередной раз я купила манго своей дочке, и он тоже без сахара. У моей дочки есть такая коробочка, да, типа ланчбокс, которую она берет с собой в продленку, в школу, и она набирает вечно с собой какие-то вкусняшки. И круто то, что это полезно, это натурально, это просто сушеный манго. Опять же скажу, без добавления сахара. Это чай. Короче, я вообще-то прочитала, что это чай для того, чтобы пить его холодным. Но что вам мешает пить его теплым? Blood orange, цитрусовый, который и с небольшими такими вкраплениями специй. Я просто заварила его как обычный чай. Но так как это все-таки травы, чистым прям кипятком, таким прям вот крутым кипятком, его лучше не заваривать. То есть где-то там 70 градусов. Вы открываете здесь зип-пакет, вы достаете еще один зип-пакет, вытаскиваете, и здесь много-много вот таких вот пакетов, а именно 15, пахнут. Вы должны просто это почувствовать. Короче, это невероятно вкусно. Дальше, ну, конечно, достаю семена чия. В очередной раз я заказала, потому что семена чия, их можно вообще куда угодно добавлять. Можно добавлять в каши, можно делать в пудинги. Опять же, десерты, выпечки и вообще просто вот реально куда угодно. Семена чия это полезно. Это клетчатка, семена чия очень хорошо сказываются на здоровье кишечника. Ну, год прошел, да, когда я последний раз их заказывала. Это свечи. Если сравнивать хорошие свечи, которые реально пахнут, вот прям реально пахнут, это Майерс Клиндейн. У меня здесь базилик, но он не пахнет тем базиликом, который мы едим, да, то есть это такой парфюмерный очень приятный аромат. И у меня здесь лаванда. Вот лаванда, она вообще сама по себе, лаванда, она очень пахнет. И здесь один фитиль, но его вполне достаточно, чтобы ароматизировать вполне такое нормальное, не очень маленькое помещение. Вот базилик это вообще что-то вот, ну реально нечто особенное. У меня от них еще есть для уборки, такой спрей для уборки поверхностей, тоже с базиликом, и он пахнет так же, как эта свеча. Поэтому я прям вот настоятельно всем рекомендую попробовать эту фирму именно аромат базилика, потому что вот, ну он очень классный. Достаю, опять вам показываю вот эти вот цветы Долфор, это одни из любимейших моих джемов, которые не содержат сахара, то есть в их составе только фрукты и добавлен сок винограда. Я их купила прям три штуки одинаковые. Я их обычно всегда ем с творогом. Добавляю небольшое количество, потому что он сладкий, он прям сладкий, его много не съешь. Давайте немножечко пройдемся по уходу, по красоте и так далее. В общем, заказала тоже второй раз. Я вообще такими штуками очень редко пользуюсь, поэтому не заказываю себе отдельно и мужу отдельно. Мы в конце концов как бы муж и жена, там все такое. В общем, ну как бы нет, не брезгуем совершенно, поэтому у нас была одна, и сейчас она у нас одна. Но муж ей пользуется практически каждый день. Это очиститель для языка. И вот смотрите, он как бы здесь металлический, сделан он очень крепко, сами вот эти штучки-держатели, они не вываливаются, и безумно удобно. Ты просто держишь вот так, вот у тебя здесь мягко, удобно, хорошо, ничего не скользит, потому что это такая, ну, типа силикончика. Вот. И, в общем, берете, высовываете язык и тын-тын-тын-тын. Язык чистить тоже иногда нужно. Кто чистит язык, пожалуйста, напишите мне в комментариях под этим роликом, потому что, оказывается, этим вообще мало кто занимается. Но если вы никогда это не делали, если вы почистите свой язык, вы поймете, о чем я, о какой легкости я говорю. Что касается ног. Я вообще очень люблю ухаживать за своими ногами. Я, честно, не хожу на педикюр, я не делаю педикюр у мастеров. Я всегда делаю какие-то масочки на свои ноги. И вот хочу показать вам несколько. Вот такие вот парафиновые носочки, очень классные. То есть здесь прям носочки. Вы их надеваете, здесь два носочка. Держите, ну вот здесь написано 15-20 минут. Ножки помыли, легли, включили любимый сериал, который, как правило, идет где-то примерно час. Надеваете, потом, после завершения этого сериальчика, снимаете, растираете, как мушка, свои ножки. То есть это крем, который не нужно смывать. Вы просто убираете носочки со своих ног. У меня их много. У меня есть вот такая. Я ее уже пользовала. Они все классные. Самое прям приятное по запаху ходит, конечно, вот это вот, вот это Тони Молли с персиком. Запад потрясающий, сладкий, персиковый. Вот такое-то вина тоже хорошее, практически ничем не пахнет. То есть, ну, такие обычные увлажнялки. И сейчас покажу вообще мои самые любимые, потому что получается дешевле всех. Вот такая огромная коробка. И здесь 10 пар носков. Та-да-дам! Вот. Ну, как бы, а я пользуюсь ими не каждый день. Раза два в неделю. Сделано в Корее. Короче, классная фирма, которая реально увлажняет. У них не очень сильно прям такой аромат. Я все-таки очень люблю ароматы. У них он нейтральный. У них есть не только для ног, у них есть еще и для рук. Тоже классные такие перчатки, которые вы надеваете на ручки. Тоже там где-то 15, 20, 30, 40, 50, 60 минут держите. Потом просто размазываете вот так. Я еще там на локте. И ваши руки, ноги всегда в порядке. Еще у меня, естественно, есть пилочка специальная для ног. Не пемза. Пилочка для ног, которой я обрабатываю пяточки. Ну а если у вас есть действительно какие-то проблемы, муж у меня пользуется, наверное, где-то раз в полгода. Это вот пилинг. То есть я такими носочками не пользуюсь. Это именно пилинг, который вот так вот это вот делает, вот это прям делает с вашими ногами. То есть у вас начинает слезать кожа. А у кого есть проблемы с огрубевшей кожей, вот такие вот я вам советую. Вот это увеличенный размер. И они подходят мужчинам. Поэтому я купила это своему мужу. Моя находка не на сайте iHerb изначально, то есть я покупала просто в магазине. Это магниевая соль для того, чтобы принимать ванную. И она мне настолько понравилась, особенно когда ты тренируешься, особенно когда ты там устаешь после работы, когда ты убираешься там весь день, когда ты возишься с ребенком, там играешь, вот это все, вот эта вот усталость какая-то. Так вот, для того, чтобы справиться с усталостью, для того, чтобы максимально расслабиться и для того, чтобы очень хорошо спать, я использую вот такую магниевую соль. Этот эффект, он вот моментальный. Самое главное не делать это утром. Потому что весь день вы будете ходить, такой на чиле, на расслабоне. Вот так. То есть здесь прям такие... Вы будете просто спать и видеть самые прекрасные сны. Это все, конечно, хорошо, рассказала вам, что нравится, что там, ну, конечно, есть то, что и не очень понравилось. Вот эту, например, Watkins. Вообще очень люблю тоже эту фирму, потому что у них для дома, для уборки, для стирки, в общем, для всего вот такого хозяйственного. Тоже очень много всего прикольного. Я купила мыло жидкое, вот мы столько вот уже использовали, да, то есть, ну, в принципе, хватает надолго. Почему? Потому что здесь дозатор, это, ну, пена, то есть он выдает пену, здесь как жидкая водичка. Очень нравится формат пены, но не понравился именно вот этот, ну, видимо, в составе, чего-то такого не хватает. Есть мыло, которое также, выдавая пену, ну, отмывают реально все и сразу. Здесь, в общем, ну, отмывают не с первого раза. Я все-таки считаю, что мыло, оно все-таки на то и создано, чтобы максимально очищать руки. Ну, нет смысла вообще никакого. Хотя запах приятный, он здесь на роли. Крем, который не подошел мне сейчас с зеленым чаем от Mild by Nature, это, собственно, фирма iHerb, но я не могу сказать, что он плохой. Нежный, мягкий, легкий, приятно пахнет, но он летний. То есть у меня кожа, она комбинированная, но все-таки ближе к сухой. Но отдавать и выбрасывать я его ни в коем случае не буду, я его оставлю на лето. Тем более, что здесь как бы все хорошо до 23-го года, до 06-го, 23-го года у него срок годности. А за счет того, что здесь именно помпа, а как бы, ну, вы его не открываете, не лазите туда руками. Какой срок годности здесь указан, настолько вы можете его использовать. Это тоже очень хорошо, то есть сам формат крема очень тоже важен. Так, что касается очищения лица, я заказала вот такую вот пенку. Первая, которую я заказала, это Веледа. Вообще вот этой пенкой я пользовалась еще до этого, я заказывала ее и в России. Классная. Вот, собственно, что мне нравится в этой пенке? Она немножечко такая более агрессивная, так скажем. То есть с первого раза она способна... Я, конечно, не скажу, что удалить прям водостойкий макияж, но обычный макияж она вам удалит. У нее такой довольно резкий запах. Мне прям подошла она идеально. Здесь тоже помпа, выдает прям пена-пена. Прям такое нежное воздушное облачко, которое не исчезает, когда вы ее распределяете по своему лицу. Но такая, в общем, прям ого-го, прям очистит. И вторая пена, которую я пользовала где-то года полтора-два назад, это пенка с розой. У них есть отдельная специальная прям вот для чувствительной кожи, отдельная такая серия с розой. И в принципе все из этой серии очень-очень качественное, крутое, помогающее и максимально натуральное. Так вот, пробовала крем для лица потрясающий, пробовала всякие скрабики, пробовала кремы для глаз. В общем, все на высшем уровне. Реально, вообще фирма очень крутая. Но вот эта пенка, она именно для чувствительной кожи. Она очень нежная. Она прям вот нежнейшая прям вот не то чтобы облачко, а прям дымка такая. Она очень приятно пахнет розовой. Искренне нежно люблю вообще вот эту вот искреннюю нежную марку, да, особенно вот их вот эту вот именно розовую серию. Поэтому обязательно попробуйте. Для волос, пользуясь феном всегда, я терпеть не могу, когда у меня волосы высыхают сами. И стараюсь всегда наносить термо, так скажем, защиту. Я тут недавно вам показывала Канту, такая вот фирма, да, которую я, собственно, от которой я приобрела несмываемый кондиционер для волос, который просто гипер потрясающий, который подойдет всем, который не надо смывать, который запаивает чешуйки волоса просто максимально идеальные, от которого ваши волосы, ну, реально становятся прям вот блестящими, лоснящимися, и вот действительно как шелк. Я решила заказать еще термозащиту, то есть, и у них даже написано на сайте, что когда вы используете несмываемый кондиционер, на него прям вы можете использовать и термозащиту. Что мне в ней нравится? Реально защищает, волосы не жгутся, волосы не огняные, не горячие. С этим спреем волосы становятся, ну, просто теплыми, ну, то есть не огненными, не горячими, даже после утюжка. Это как бы доказательство того, что, собственно, эта термозащита работает. Короче, фирма классная, не знаю, мне прям вот, мне понравилось. Я обязательно посмотрю, что у них есть еще. Крем для рук, который мне совершенно не понравился. Профессиональное средство для салонов, для очень сухих, потрескавшихся рук. Ну, возможно, у меня просто не очень сильно сухие потрескавшиеся. Ну, как сказать, что он не жирный? Ну, у меня на руках он остается, и мне прям это, ну, мне это не нравится. То есть, я его чувствую на протяжении еще там часа, двух, а он у меня просто не впитывается никак. Возможно, из-за того, что он предназначен именно для очень сухих и потрескавшихся рук. Но огромное количество именно отзывов, что вот реально прям профессиональный уход, мне не понравился. Хотя, Advanced Clinicals, это фирма. Я не обратила внимание сначала, что это вообще та же самая фирма. Вот такой вот крем для профессионального салонного ухода с витамином С. И вообще, этот крем написано, что его можно использовать, вообще как бы нужно его использовать на лицо. То есть, витамин С, он, соответственно, осветляющий. То есть, его нужно использовать на лицо, там, можно использовать на руки, на тело, куда угодно. Но изначально он типа как бы сделан для лица. На лицо я его ни разу не наносила. Я его взяла как осветляющий крем именно для рук. И вот с этим он справляется просто на ура. Вот этот крем просто идеальный для рук. Во-первых, у него шикарная, просто шикарная упаковка. Он у меня стоит на тумбочке, и я никогда вечером не забываю им пользоваться. Он очень быстро впитывается. Я всегда локти. Единственное, что у него такой немножечко специфический аромат. Приятный медицинский аромат. Объем гигантский. Здесь 454 грамма. Дальше волосы. Derma E. Вот такой вот я его переворачиваю, потому что он очень густой, и потом плохо выходит из тюбика. У меня вот осталось вот столько, я его постоянно заказываю. У кого есть перхоть, у кого очень чувствительная кожа головы, вот это я. То есть у меня не чувствительная кожа лица, но вот очень сильно крайне чувствительная кожа головы. Почему бывает перхоть? Если мы не говорим, например, о каком-то гормональном сбое, если мы не говорим о каких-то там болезнях, которые нужно лечить у трихолога. Но у меня это чаще всего появляется по нескольким таким довольно поверхностным причинам. То есть либо это тот шампунь, который мне не подходит. Ну естественно стресс, но это ладно, у всех стресс, я уж не буду об этом говорить. Либо это температура. Да, то есть опять же воздействие. Сейчас зима. Холодно, горячо. Зашли, шапку не надели. Потом там помыли волосы горячей водой. Потом вышли на холодный воздух. То есть даже от этого может появиться перхоть. И вот чтобы мгновенно от нее избавиться, мгновенно избавиться от неприятных ощущений на коже головы, я использую вот его. Почему? Это вообще скальп-релив кондиционер. То есть это кондиционер, который специально разработан для кожи головы. Никогда не наносите обычный кондиционер на кожу головы. Этот кондиционер, он специально создан именно для кожи головы. И он сильно охлаждающий. Вот готовьтесь. Если вы захотите им воспользоваться, прям готовьтесь к тому, что вау. Вот эта штука мне прям спасает прям вот на раз-два. Так, жарю масло. Жарю масло, да. Жарю я обычно на сафлоровом масле. Очень классное масло, которое я покупаю вместо масла авокадо. Оно дорогое. На нем тоже можно жарить. Это классное масло для жарки, у которого супер-мега-медиум-хай жаростойкость. То есть которая не делает из продуктов канцерогена. Но авокадо-ойл, оно все-таки, ну, дороговато. Дороговато. То есть у них появилось 750 миллилитров. Это огромная банка, если раньше я покупала там 0,5. Хотя я добавляю совершенно немного. Потому что мне когда говорят, что типа, ой, ну как ты можешь вообще такие дорогие вещи покупать. Во-первых, а. Я практически никогда не жарю. Я жарю очень редко. Б. Я, если жарю, то жарю на маленьком количестве масла. В основном масло авокадо, так как оно имеет такой немного зеленоватый вкус, такой чуть-чуть травяной, очень приятный. Я его в основном добавляю именно в салаты. Сафлоровое, оно не имеет ни вкуса, ни запаха вообще. При этом при всем у него тоже супер большая температура дымления, кипения, жарения. И на нем тоже как бы не вредно жарить. Никакого запаха, лишнего аромата, лишнего вкуса вам это масло не даст. И для салатов пистачи ойл, это вот то масло, которое мне безумно понравилось, это пистачи, это фисташки, да, это фисташковое масло, которое также можно добавлять в салаты. Оно тоже такое, оно такое зелененькое. Но, по-моему, это именно обжаренные фисташки. Я очень надеюсь, что это видео вы оценили, вам оно понравилось. Пожалуйста, напишите мне об этом внизу под роликом. Ну и, конечно же, ставьте мне лайки и подписывайтесь, если вы еще не подписаны. Что-то я забыла, что раньше все время в видеороликах про iHerb я вам дарила 1000 рублей на карту. Так что в этом ролике я хочу вам подарить 1000 рублей на карту. Пишите комментарии под этим видео, комментарии не ограничены. Чем больше вы пишете, тем выше ваш шанс на победу. Через неделю примерно я подведу, ну, в общем, вся информация, когда именно я подведу итоги конкурса, будет внизу под этим роликом. Короче, пишите больше комментариев, делитесь этим видео со своими друзьями, чтобы они тоже имели возможность выиграть деньги на карту. Я вас всех очень люблю, целую, до следующего ролика, пока-пока! По-моему, у меня ломается коробка просто от изобилия всего того, что здесь находится. Вот сюда мордой. Ты на руку мне мойте положи!